И мы, коны, не страшны. Жила я раньше со своей бабушкой, и однажды нам пришлось продать тот дом и переехать в другой поменьше, а точнее в барак. Было в нашей квартирке две комнаты. Комнаты, на удивление, были довольно большие и высокие, а может мне так казалось, потому что мебели у нас там практически не было. Одна комната поменьше отводилась для бабушки, а которая побольше мне. В моей комнате стояла деревянная односпальная с пружинным матрасом кровать, также буфет и стол, а в углах висели бабушкины иконы. В бабулиной комнате мебели было чуть больше. У нее стояло две кровати, но железные. На ее кровати лежала огромная перина и две огромные пуховые подушки, причем обе подушки были под головой. Я всегда удивлялась, как так можно практически сидя спать. Вторая кровать была намного скромнее. Она была раза в два уже бабулиной и со стареньким свалявшимся матрасиком. Эта кровать предназначалась для гостей. Сначала все было нормально, но со временем в моей комнате по ночам стали раздаваться разные звуки. И именно тогда, когда я сплю. То в буфете что-то скрипнет, то журналы на нем кто-то перелистывает, то как будто бы кто-то какую-то крупу рассыпает. И опять-таки в буфете. Я вообще мистик по натуре, верю во всяких там барабашек и прочую нечисть. Но в случае с буфетными звуками решила, что это просто гадские мыши, которых я тоже не переношу на дух. Но во всех этих случаях меня все равно подтряхивало от страха. Я ведь жуткая трусиха. Я закрывалась головой под одеяло и крестилась, потому что ничего другого мне в голову не приходило. Так я доживала до утра. Утром же проверяла в буфете, что же там могло шуршать, скрипеть и шелестеть. Все вроде на месте, ничего не тронуто. Но дверца в нижнем отделе буфета была приоткрыта. И я все время ее снова закрывала. Причем довольно плотно. Так продолжалось не каждую ночь, но довольно часто. Мысль о том, чтобы ночевать в комнате бабули, меня посещала. Но очень быстро отпадала, потому как моя бабуля жутко храпит. Да и кровать для гостей была не очень удобной. После всех этих шорохов в буфете я стала довольно чутко спать. Просыпалась несколько раз по ночам, чтобы убедиться, что все спокойно. Да, наверное, не просыпалась полностью. А так, в полдреме глаза открою, типа я контролирую ситуацию. И если в комнате ничего не шуршало на тот момент, то тут же вырубалась снова. И однажды, открыв по привычке глаза и убедившись, что все спокойно, стало закрывать глаза и ужас. Мое одеяло от шеи до пят пробежалось по мне мелкими волнами. Моя дрема сразу прошла, а глаза округлились. В общем, я поняла, что сон мне уже не досмотреть. Я стала прислушиваться с удвоенной силой. А вдруг что-то новое и незнакомое доселе услышу. Сердце бешено колотилось. Кровь прилила к голове и в глазах потемнело. Прятаться от одеяла под одеяло мне показалось глупой затеей. Я его скинула на пол. Через секунд двадцать решила, что скинуть его на пол было не менее глупым. Я подняла одеяло, снова укрылась им с головой и начала креститься. Уснула я уже совсем под утро и проспала на работу. На работе я ничего и никому не рассказывала. А бабушка не верила. Говорила, что иконы висят, а значит нечисть не придет. В это утро я решила, что переберусь ночевать глобули. Ночевала я с бабушкой две ночи. А так как она невообразимо громко храпит, то мне пришлось вернуться в свою комнату. Все эти странные шорохи и звуки вместе с двигающимся одеялом показались мне детским лепетом. Сказано, сделано. Примерно недели две после того, как я перебралась к себе, я спала спокойно. И вот снова ночь, сплю, просыпаюсь от того, что в дверь моей комнаты кто-то ломится. Причем так ломится, что должно быть и соседи за стенкой должны это слышать. Звук был такой, как будто дверь закрыта. И кто-то с другой стороны во что бы то ни стало хочет ее выломать. Как только я открыла глаза, этот звук прекратился. Фигня, думаю, меня уже не напугать, уже пуганная. Тем не менее, вскакиваю с койки и в одном прыжке подлетаю к выключателю, чтобы включить свет. Капец, свет не включается. То ли лампа перегорела, то ли просто свет на станции вырубили, то ли еще что-то. Я тем же маршрутом и в том же темпе прыгаю под одеяло. Мысль о том, чтобы бежать в комнату бабушки, я отмела как наиглупейшую. Это же надо открыть эту дверь, пройти темный коридор, в котором неизвестно, что кроется. Я не спала до утра. Пошла на работу, убитая сознанием, что мне снова придется вечером идти домой. Неделю ночевала с бабулей. Как ни странно, но в бабушкиной комнате ничего подобного не происходит. Наверное, у меня в комнате висят неправильные иконы. Ура! Через три недели приезжают мои родители с другого города. Будут жить с нами. Я отдам им свою комнату, а кровать заберу с собой в бабушкину комнату. Ту железную для гостей вынесем в коридор. Решила снова перебраться к себе и еще раз закалить свои нервы. Первую неделю, как я ожидала, нервотрепки не было. Нервы мои расслабились, успокоились. Началась вторая неделя. Ничего не происходит. Я стала беспокоиться. Что-то тут не то. И вот оно снова. Сплю на спине левым боком к стене. Проснулась от того, что левая рука немела. Но не до конца проснулась, а пребывая в полудреме. Как могла неметь рука, если я лежу на спине, а руки вдоль тела? Может, ее кто-то другой отлежал? Своей немевшей рукой чувствую, что кто-то ее держит. Но страха нет. Наверное, потому, что тот кто-то теплый и мягкий. Оно перебирает своими теплыми и мягкими пальцами мои пальцы. По-прежнему пребывая в полудреме, я другой правой рукой беру это и снимаю со своей левой руки и прихожу в себя, открывая глаза. Удивительно, но страха нет. Еще долго не могла уснуть, но только потому, что размышляла над тем, как это могло бы выглядеть. Днем следующего дня сидела и читала на своей кровати. «Слышу шуршит в буфете. Ого, думаю, теперь и днем мои нервы будут испытывать». Вслушиваюсь, внюхиваюсь, сматриваюсь. Открывается дверца в нижнем отделе буфета, и оттуда одна за другой выбегают две гадские мыши. Снимаю тапки за ними. «Ах, гады! Ах, твари, вашу мать!» Забыла добавить. Я о руке рассказала на работе своему завхозу. Она тетушка возрасте была, да и учительницей в моей школе раньше работала. И она сказала, что это был домовой или барабашка. Если рука теплая и мягкая, это к добру. В следующий раз, говорит, спроси у него к худу или к добру. Если к худу холодом повеет, если к добру теплом. «Ну уж нет, дудки, разговаривать не буду, а то привыкну еще». Увидеть домового Еще не успел полностью растаять снег, а мои соседи уже вовсю готовятся к пассивным работам. Подошел ко мне сосед Виктор. «Картошку не продашь, мне бы ведер пять на посадку». «У меня только сорокодневка», – ответила я. «А у меня голландка». «Надоело уже», – вздохнул сосед. «Так в чем проблема? На рынке у бабушек любой сорт купить можно», – удивилась я неосведомленности соседа. «Да с чертом дружат эти бабушки. С ними пообщаешься, никакой картошки не захочешь». «Я тоже был такой умный. Нужно мне было купить картошки на развод. Хотел достать пьяницу. Называется она так смешно за розовый носик, но вкусная, урожайная, хороша по всем параметрам». «Обошел весь рынок. Картошки хоть завались с всех сортов, а пьяницы нет ни у кого. Уже я нос повесил, поняв, что не найду. И тут одна бабусь ко мне и говорит, у меня дома есть пьяница. Более того, много ее у меня. Да сил нет всю на рынок свести. Если у меня ее на дому заберешь, отдам за полцены». Так и договорились. Увязался я за бабусей. Помог ей покупки тащить. И вскоре приехали мы к ней домой. Домик маленький, живет одна. Я сам картошки набрал из ее погреба. И уже полез в кошелек за деньгами, а она мне говорит. «Хочешь, отдам тебе картошку даром? Только ты мне дров наколи. Внук уехал в Одессу, а у меня дрова кончились». Я засучил рукава и принялся за дрова. Мне не то, чтобы было жалко денег. Просто хотел помочь бабушке. Когда я закончил с дровами, бабка пригласила меня выпить чаю. Я уже изрядно устал и потому согласился. Сели мы за стол. Чай из смородиновых веточек и еще из каких-то трав был очень вкусный. О чем и сказал бабусе. «А что ж ты хочешь, сынок? Я ж травница!» – отвечает бабушка. «И колдовать умеете?» – ляпнул я. «И это могу. Но в основном могу зубную боль заговорить. От пьянства избавить. Домового успокоить в шумном доме». «Вот чего-чего, а в домовых я не верю. Ну, хоть бы раз увидеть этого чудика. А то во всех сказках он есть, а никто его не видит. Только некоторые ставят блюдце со сладостями в укромном уголке». Решил сьюморить я. «Так ты домового увидеть хочешь? Нет ничего проще», – ответила хозяйка. «Только ты хорошо подумай сначала». Я бездумно брякнул, что готов увидеть хоть черта лысого. Ничего и никого я не испугаюсь. «Что ж, потерпи немного», – сказала старушка и выдернула у меня из макушки несколько волосков. Волосы мои она скатала в комочек и выпустила за дверь, предварительно прошептав что-то на них. «Подожди немного, сейчас увидишь». Я сидел, прихлебывая чай, и думал, как старушка выкрутится из столь щекотливой ситуации, ведь я был уверен, что никто не войдет. И тут дверь открылась, и меня чуть кондратья не хватил, ведь в дверях стоял мой двойник. Если бы у меня был брат-близнец, я бы не так был шокирован, но близнеца у меня нет. Мой зеркальный двойник приспокойно прошел кухню, где мы сидели с бабкой, и прошел дальше в дом. Я лишь ртом воздух ловил, как рыба, но больше меня не хватило. Когда я немного отдышался, сразу ломанулся внутрь бабкиного дома. Хотел найти того мужика с моим лицом, но бабка меня остановила. «Нету его там. Ты что думаешь, он тебя там дожидается?» «Бабуль», – ору я, – «зачем так жестоко? Я чуть не помер. Как ты это делаешь?» «Богомонись, сынок, ты ж сам хотел увидеть домовика. Домовой во что угодно может превратиться, чей угодно облик принять, хоть кота, хоть кочерги. Просто если бы в дверь зашел, к примеру, черный петух или пес, ты бы просто все списал на случайность. Мне же хотелось, чтобы ты правда поверил глазам своим». Я подхватился и бросился вон со двора, а старая травница мне вдогонку все кричала, чтобы я картошку свою забрал. Но мне картошки-то в раз расхотелось. Я частенько слышал, что увидеть своего двойника к беде большой. Вот теперь думаю, что если это домовые, желая предупредить человека о беде грядущей, просто принимают образ двойника. Долго еще после того, что со мной произошло, я оглядывался через плечо. Все время мне казалось, что за спиной стоит мой двойник. Дошел до того, что стал бояться ходить в толпе, и особо не люблю, когда за спиной много людей. Фобию нажил. Так что покупаю я все, что мне нужно лишь у тех людей, кого хорошо знаю, и кто дружбу с чертом не водит. Ведь домовой, по-моему, тот же черт, хоть и не такой злой, как прочие. Знаете, Виктор, говорю я, может бабка просто гипнозом каким-то владеет, вот и показала вам то, чего на самом деле не было. Так эта соседушка еще хуже. Что ж хорошего из того, что в твоей голове кто-то копается. Вот потому и обхожу я сейчас малознакомых людей за три версты, пока меня еще с какой-нибудь чупакаброй не познакомили. Встречи с домовым Истории записаны со слов моей бабушки Матрены, 85-летней женщины, большую часть своей жизни прожившей в деревне, которая славится топономическими байками о русалках, змеиных логах, калиновом мосте и так далее. Эти истории бабушка рассказала мне после того, как дома у нас по углам начало греметь и скрипеть. Мне тогда было лет 15, и всякие мистические истории привлекали жаждущую неизведанного любопытную девочку. Баба Мотя сказала, что дедушку-суседушку нужно задобрить, а если сильнее разойдется, то спросить худо он чудит или к добру. Первая история называется «Белый дед». Дело было в далекие 80-е годы. Бабушка с мужем жили еще в далекой деревне Александровка, от которой до Красноярска не меньше 4 часов езды на машине. В город они выбирались по праздникам сыновей и дочерей навестить, но чаще дети сами приезжали к ним в гости. И вот в деревню в очередной раз приезжает средний сын Владимир. Все дни, что он гостил у родителей, проходят нормально, но в ночь перед отъездом случается нечто странное. Обычный деревенский дом имеет несколько комнат, как правило две, зал и спальню, а также кухню и сеней. Окна в доме, как бы это правильно сказать, сплошные, то есть без форточек, крестовая рама стекла, поэтому проветривается дом через открытые двери. В тот день летний зной стал уж совсем нестерпимым, и бабушка Мотя отправила сына с мужем спать в комнату, а сама легла в сенях, где прохладнее. Далее рассказ падет от лица бабушки. Проснулась я от того, что мои ноги словно обручем ледяным сковали, пошевелить ими не могу, а холод снизу до коленаш кости пробивает. Голову поднимаю, а в ногах стоит белый дед и держит меня, молча стоит, страшно. Я давай кричать, Вовку и деда Сашу, то есть мужа моего звать. Они меня слышат, да все одно прибежать не могут. Сын кричит, что куда не пойдет, все к печке выходит. А комната-то сразу к сеням идет, дверь только толкни и все, как кружит его кто. Муж мой вовсе перепугался, меня только по имени зовет. А старик стоит не уходит, и смотрю я на него, и каждую нитку на его одежде вижу, каждую волосинку в бороде, а руки страшные, корявые, холодные, как у мертвеца. Не знаю, долго он меня держал так, но потом каким-то внутренним чутьем поняла я, что спросить надо у него, к добру или к худу, он как ухнет в ответ, ухуд и исчез. Сын с мужем тут же прибежали, испуганные ничего понять не могут, а я лежу и встать не могу, ноги все равно, будто кто-то держит. Потом оказалось, что прав был дедушка-соседушка. Скоро мы в город переехали, а скотинку и вовсе раздали соседям, которую продать не удалось. После нас жила в доме семья, да начал он ветшать потихоньку, стареть, не хотел, видать, домовой отпускать меня в город. Вторая история называется «Не к добру». История, произошедшая примерно в то же время, но уже с моей мамой и бабушкиной сестрой. Летом часто в гости к бабушке приезжали не только ее дети, но и ее сестры. В семье всего четверо было, баба-мотя старшая. И вот в один из таких приездов, пили чай на кухне моя мама, она как раз, но и беременная была, на большом сроке уже, ее тетка, матренина, сестранина. Бабушка с дедом вышли в огород. И тут застучало, в буквальном смысле. Стук даже на улице было слышно, как будто стены пол и крыша ходуном ходят. Конечно, со стороны дом как дом. Стоял, не шатался, не двигался, но стук был очень громким. Мотя даже пойти закричать на взрослых родственников хотела, что они там шалят, как эти родственники с криком вылетели из дверей в огород, и все стихло. Дальше от лица мамы. Сидели мы с теткой, собирались перекусить и работать, пойти, как вдруг раздался стук из-за печки. Сначала тихий, потом сильнее и сильнее. Казалось, что стучит каждая деревяшка в доме. Мы перепугались, бросились к дверям, а выйти не можем. Двери видим, а выход как будто что-то загораживает. Ну, тетка Нина, слышавшая деревенские байки от сестер и соседей, спрашивает. Дедушка, к добру или... Она даже договорить не успела, как в ответ. Худо, худо, худо. И все смолкло. Перепуганные мы наконец-то смогли добежать до дверей и выйти на улицу. И на этот раз не соврал дедушка. На седьмом месяце беременности мама попала в больницу. У нее отказывали почки. Врачи долго боролись за ее жизнь. Я выжила чудом. Больше бабушка с домовыми не встречалась. Ко мне они тоже не приходили. Субтитры создавал DimaTorzok